Большинство археологических раскопок в Европе, конечно же, относятся к бывшим европейским культурам или бывшим западным культурам. Большая часть истории относится к открытиям, касающимся Древней Греции, Римской империи, Кельтов или Египтян. Однако, некоторые менее известные открытия указывают на то, как в последние годы Китай превратился в рай для охотников за сокровищами, археологов и историков. История Китая также обширна, как и многих других цивилизаций, которые можно найти по всей Европе. Но Китай исследован гораздо меньше, чем многие другие страны. Несмотря на это, на Дальнем Востоке вновь и вновь совершаются захватывающие открытия, которые помогают экспертам немного лучше понять историю и то, как две мировые империи развивались примерно в одно и то же время в совершенно разных частях мира. Сегодня мы хотим познакомиться с 10 секретами Древнего Китая, которые оставались скрытыми на протяжении многих лет. Сообщите нам, что вас больше всего интригует в Китае и его истории. Если есть что-то, что бы вы хотели посмотреть в следующем видео, сообщите нам об этом в комментариях. Вскрытая королевская могила в горах История Китая характерна прежде всего тем фактом, что множество различных династий и империй иногда существовало в течение очень короткого времени. А много различных регионов огромной страны иногда забывались так же быстро, как и появлялись. Примером тому является забытая королевская могила, а точнее забытая гробница на Цинхай-Тибетском плато. Посреди гор была найдена гробница, которая восходит к первой королевской династии Тибета. Особенность этой гробницы заключалась не только в том, что она была построена в столь забытом месте, но и в содержимом могилы. Были найдены различные предметы, разбросанные по всей могиле, в том числе невероятно богато украшенный сундук, покрытый бесценными произведениями искусства, которые остались забытыми на протяжении веков. Это говорит о том, что владелец гробницы, вероятно, был членом королевской семьи. Гробница и документы, содержащиеся в ней, невероятно важны для истории Китая и очень важны для понимания первой династии забытой империи. Влияние этой династии до сих пор играет важную роль в истории Китая, спустя столетия, и считается, что гробница датируется 800-м годом нашей эры. Историческое кораблекорушение в Гуандун В современной жизни Китая подводная археология играет важную роль в понимании истории страны и того, как она стала такой, какой мы знаем ее сегодня. С одной стороны, это связано с тем, что многие археологические памятники можно найти скрытыми глубоко под водой, а с другой, с тем, что знаменитый шелковый путь частично пролегал под водой, оставляя после себя реликвии и артефакты из забытых времен. То же самое с потерпевшим крушение кораблем, обнаруженным в западной части когда-то известного торгового пути. Корабль, найденный здесь на дне океана, является прекрасным образцом архитектуры Китая того времени. Корабль было относительно легко найти, но содержимое корабля оказалось еще более интересным. Богато украшенные изделия из китайского фарфора и монеты из различных драгоценных металлов из разных регионов указывают на то, что предметы на этом корабле были особенно ценными и, возможно, даже бесценными в то время. Поскольку подобные открытия становятся все более и более распространенными, неудивительно, почему страна так заинтересована в поисках затонувших сокровищ в глубинах близлежащих вод. Китайские пирамиды Китайские пирамиды уже давно являются центром исследований в стране. Это во многом связано с тем фактом, что они появлялись в разных частях света каждые несколько сотен лет, без каких-либо признаков контакта между цивилизациями. Например, пирамиды в Китае поразительно похожи на пирамиды, которые можно найти в Египте, Южной Америке и на многих других континентах по всему миру. Однако, столько лет назад для этих цивилизаций было практически невозможно поделиться планами строительства и знаниями на таком большом расстоянии. В Китае, а также в Южной Америке и Египте, есть структуры, имеющие форму пирамид или настоящие пирамиды. В китайской истории они часто определяются как гробницы великих правителей, а некоторые, как полагают, связаны между собой узкими лабиринтами, которые были спрятаны глубоко под землей. По сей день большой вопрос в том, были ли пирамиды в Китае созданы на основе знаний из Египта или же древние китайцы открыли эту конструкцию самостоятельно? На данный момент мы действительно не знаем, но исследователи надеются очень скоро разобраться в этом явлении. Спланированный доисторический город Раскопки на городище Пинлянтай известны историкам по многим причинам. С одной стороны, это доисторический город, считается, что ему несколько тысяч лет, и он сравнительно хорошо сохранился до наших дней. Однако то, что в основном демонстрирует руины, это грамотно спроектированное, комплексное и неоспоримое свидетельство того, что древние китайцы тщательно продумали план своего города еще много лет назад. Например, через главную ось города проходит дорога, соединяющая множество различных важных районов. Здания специально расположены во внутренней части, с большой стеной, обеспечивающей защиту от животных или возможных захватчиков. В дополнение к этому, раскопки показали, что у города должно быть активное торговое сообщение с другими частями Китая. Полученные данные позволяют предположить, что здесь велась торговля с другими доисторическими городами. Но то, почему город был заброшен в какой-то момент, остается неизвестным. А еще мы не знаем, что случилось с его жителями или куда они могли подеваться. Пещера первых китайцев До сих пор остается загадкой, как много лет назад люди распространились по земле. Мы считаем, что большинство людей сначала жили в Африке, а затем расселились по множеству континентов. Но когда люди впервые прибыли в Китай? Открытия в пещере Цзэдун теперь могут помочь объяснить, как это могло произойти. Были найдены человеческие окаменелости, а также другие объекты, указывающие на самые ранние формы человечества. Считается, что самым старым объектом до 30 тысяч лет. Это делает практически невозможным то, что в тот момент истории люди уже расселились по миру. Вместо этого вполне вероятно, что этот переходный процесс все еще происходил примерно в то время, когда эта пещера использовалась как убежище. Существует также теория о том, что гомо-сапиенс превратился в современных людей в этой области, а вскоре после этого и в других частях мира. Выводы все еще исследуются, и предпринимаются попытки связать их с заключениями из Европы и других частей мира. Мы пока не знаем слишком много, но вполне возможно, что эти детали могут помочь объяснить, как люди в конечном итоге распространились по миру. Первый императорский город в Китае Императоры китайских регионов были известны не только строительством дворцов, но и целых городов для исполнения своих желаний. Хуанчентай кажется одним из первых примеров этого. Однако новые раскопки на объекте также ставят под сомнение знания о развитии китайской культуры в целом, а не только в этой конкретной области. Сложные конструкции, системы безопасности, ювелирные изделия и украшения указывают на то, что мастера в то время уже продвинулись намного дальше в человеческом развитии, чем предполагалось ранее. Считается, что императорскому городу около 4000 лет, и поэтому он был построен в то время, когда египтяне праздновали появление своих первых высокоразвитых цивилизаций. Так что могло случиться так, что, не зная друг друга, на Земле одновременно развивались несколько мировых культурах. Но как это возможно, что все цивилизации начали развивать передовое понимание мира вокруг них примерно в одно и то же время. Как нефрит повлиял на историю Китая Нефрит – прекрасный драгоценный камень и сырье, которое напрямую связано с историей Китая. Даже сегодня украшения, сделанные из нефрита, невероятно ценные, и их можно купить за тысячи долларов на открытом рынке. Однако, что наиболее важно, считается, что нефрит сыграл важную роль в понимании истории Китая. Например, то, что считается первым нефритовым рудником в мировой истории, было обнаружено недавно, и считается, что он был построен примерно за полторы тысячи лет до Рождества Христова, в то время, когда производство нефрита резко увеличилось. В то же время нефритовые артефакты, возраст которых может достигать 15 тысяч лет, были найдены в нескольких гробницах, сохранившихся с первых дней существования Китая. Таким образом, нефрит напрямую связан с появлением Китая и приходом к власти в мире. Пик производства нефрита был достигнут во времена Великого Шелкового Пути, когда он поставлялся в Европу западными торговцами и продавался по невероятно высоким ценам. Последние остатки династии Хань Хотя династия Хань, возможно, сыграла важную роль в развитии Китая, сегодня существует лишь несколько реликвий этого периода. Исследователи предполагают, что следующие династии хотели стереть все следы прежних правителей. И поэтому от этих эпох осталось лишь несколько реликвий. Однако теперь исследователи обнаружили бывший город, который принадлежал одному из многих правителей Китая. Археологические раскопки Шичэнцзы, вероятно, использовались и как город, и как большая крепость, которая должна была стать центром одной из бывших китайских династий. Он был построен примерно за 200 лет до Рождества Христова и, вероятно, пережил падение вместе с остальной династией примерно в 200 году нашей эры. От города осталось всего несколько артефактов, но раскопки только начались, и исследователи надеются, что они смогут по-новому взглянуть на то, как были устроены вооруженные силы все эти годы назад и как бывшему императору удалось сохранить свою огромную империю. Дворянская могила первого весенне-осеннего периода Весенний-осенний период описывает время в ранней истории Китая, которое, скорее всего, охватывал промежуток с 770 по 446 год до нашей эры. Это было время династии Цзэн. Долгое время артефакты этого периода практически не находили, пока, наконец, не было обнаружено обширное захоронение некоторых дворян этого периода. Находки из этой могилы включают драгоценности, документы, рисунки и сокровища, которые важны для изучения культуры и значения этого периода в истории Китая. После того, как могила была раскопана полностью, стало ясно, что это одно из величайших археологических открытий в южной части Китая. Как только исследователи, наконец, изучат все артефакты, мы сможем по-новому взглянуть на то время в истории Китая, о котором мы практически ничего не знаем. Тайная гробница первого китайского императора Император Циньшу Хуанди был, вероятно, первым человеком, который называл себя «богом Китая» и объединил значительную часть китайской территории под своим правлением. Император ввел многочисленные войны, чтобы объединить различные племена, и оставил после себя наследие, о котором до сих пор часто говорят. Как и следовало ожидать от человека с такой яркой историей, у него вскоре появилась монументальная гробница, которая до сих пор остается загадкой для многих археологов. На самом деле, его гробница больше похожа на город, чем на могилу, и сильно отличается от захоронений многих других китайских правителей. Здесь находится знаменитая терракотовая армия. А в так называемой гробнице были обнаружены различные артефакты древней китайской истории. Площадь простирается на несколько километров, но фактическая могила императора до сих пор не тронута. Это связано с тем, что подземный комплекс слишком велик даже для сегодняшних технологий. И большинство открытий все еще раскапывают после того, как много лет грязь и мусор скрывали их от глаз человека. В дополнение к этому есть еще ловушки и защитные меры, из-за которых раскопки проводить следует невероятно осторожно. Если будет сделан неправильный шаг, это может означать уничтожение бесценных артефактов или, что еще хуже, трагическую гибель людей. Древние китайцы не любили грабителей могил и предпринимали множество мер безопасности, чтобы могилы их умерших навсегда остались нетронутыми. Как видите, многие открытия из Китая оказались невероятно важными в современной истории. Какие еще открытия мы упустили в этом видео? Какие темы вы хотели бы, чтобы мы обсудили в будущем? Дайте нам знать об этом в комментариях! Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить нам лайк и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео!